Привет, друзья! Сегодня у нас тема для бизнеса, которую рвут российский рынок в этом году. Не могу сказать, что нужно много денег на запуск этих идей, но выхлоп от них точно хороший. Погнали к идее! Блиноматы. Что только сейчас не продают через веннинговые аппараты. И кофе, и телефоны, и жвачки, и коллекционные монеты, и лотвейные билеты. А что, если такие автоматы будут быстро готовить блины для покупателей прямо на его глазах? Интересная и эффективная идея для быстрого питания и незатратного бизнеса. Единственное, что нужно будет делать, это пополнять автомат свежим тестом и начинками на любой вкус. Вообще, франшизы веннинговых аппаратов крайне популярны у любителей пассивного заработка. Бизнес на криптовалютах. Криптовалюта дает большие финансовые возможности для тех, кто заинтересован в освоении цифрового рынка. Уже сейчас криптовалюта стала аналогом электронных денег. Ей свободно расплачиваются в разных уголках земного шара. Ее основным преимуществом является децентрализация, которая подразумевает под собой независимость криптовалюты от правительства, организации и какого-либо человека в принципе. Цифровая экономика существует по своим законам. Тем не менее, вхождение в нее абсолютно легально. Она предоставляет большое поле для реализации своих бизнес-идей и способностей. Наверняка вы уже слышали о торговле с помощью ботов. Одна из самых узнаваемых платформ на рынке – Велес, которая предоставляет простое и удобное решение для автоматизации торговли на рынке криптовалют. Разработчики позаботились о том, чтобы все было продумано. Вам не придется тратить много времени на изучение того, как заработать свой первый биткоин. Велес – официальный партнер ведущих бирж. Как это работает? Бот ищет удачную точку входа, используя фильмы перекупленности. Входит в сделку понемногу и усредняется в случае просадки. Как только сразу выходит в плюс, бот автоматически закрывает сделку с небольшой прибылью и не стремится уйти в ноль. У бота нет эмоций, только стратегия, поэтому он никогда не продает в убыток. У Велес нет ежемесячной подписки, они забирают комиссию 20% только с прибыли, которую вы получаете при торговле ботом, но не больше 50 долларов за календарный месяц. То есть, вы заработали чистыми 10 долларов, то 2 доллара уйдет Велес. Заработали 1000 долларов, Велес забирает только 50. Важно! Деньги хранятся у вас на бирже. Никаких выводов или хранения денег на платформе нет. Только вы имеете доступ к своим финансам. Следить за тем, как торгуют боты, можно во вкладке «Статистика» на сайте. А чтобы всегда быть в курсе, подключайте Телеграм. Вам будут присылать уведомления об успешных сделках. Ссылку на платформу мы оставили в описании. Пункты выдачи. Открывая пункт выдачи, необходимо проанализировать, какой из известных интернет-магазинов будет наиболее востребован в данном районе населенного пункта. Возможно, точки выдачи известных маркетплейсов уже имеются поблизости. Тогда стоит обратить внимание на менее популярные, но востребованные интернет-магазины. Если имеется собственное помещение, подходящее под открытие бизнеса по выдаче интернет-заказов, то понадобится минимум вложений на старте. Главное – изучить все условия взаимодействия с убранными для сотрудничества маркетплейсом и настроить работу, так как, чтобы постепенно увеличилось количество клиентов, а значит и прибыль. VR-картинг. Изначально задуманные как игровой аксессуар, очки виртуальной реальности позже стали применяться в других сферах. К примеру, картинг с VR-очками дает пользователю абсолютно иные впечатления. Ведь благодаря трехмерной виртуальной картинке, нарезая круги по реальному картодрому, гонщики мчатся среди сверкающих небоскребов, извергающихся вулканов или зелени тропических островов. Совмещая реальную езду с любой по выбору виртуальной локацией, пользователи получают массу эмоций и готовы хорошо платить за это. Параллельный импорт и связанные направления. Спрос на зарубежные товары сохраняется как в секторе B2B, так и в секторе B2C. Сейчас ключевым является поиск надежных поставщиков и эффективных методов доставки продукции. Эксперты считают следующие идеи перспективными. Параллельный импорт крупной и мелкой бытовой техники. Электроники и гаджетов. Импорт спортивной обуви и экипировки. Доставка оборудования и комплектующих для производства запчастей для станков и автомобилей. Логистика и связанные с организацией процессами. Грузоперевозки. И люди и компании все чаще заказывают товары с доставкой. Бизнес на маркетплейсах. Эти платформы позволяют продавать широкий ассортимент зарубежных товаров. В целом, торговля на маркетплейсах активно развивается. На этом сегодня все. Ставьте лайк. Пишите в комментариях, какие бизнес-идеи по-вашему будут актуальны в этом году. Всем пока!